«На воде сигареты!» «На воде сигареты!» «На воде сигареты!» «На воде сигареты!» «Где вы взяли деньги на водку?» кричит режиссёр Полина на танцующих ребят. Сегодня она заменяет взрослых актёров. В спектакле их шесть. Остальные 28 дети. Юный актёрский состав одна из главных особенностей этого спектакля. Ведь ребята сейчас именно того возраста, что и герой повести. Цену с пьянкой детей, которые потратили на выпивку украденные деньги, режиссёр умело заменяет на танец. Ребята относятся к пляскам с полной серьёзностью. Хотя это единственный момент спектакля, где можно повеселиться. «На воде сигареты!» На сценариям деда Полина работала больше десяти лет. Искала разные ходы. Так словами автора говорят шаманы. Важная часть сибирской культуры. Для Полины этот спектакль и эта студия «Всё» вместе с Виктором Петровичем. Она бывала в детдоме в Игарке, где развиваются события произведения. Полина признаётся, работать над кражей, любимым произведением Астафьева сложно, особенно учитывая, что основные роли исполняют дети. «Сложность изначально была, во-первых, в материале. Материал серьёзный, материал взрослый. А играть должны дети. Вот в этом сложности. То есть их надо было всем объяснить. Объяснить почему, объяснить кто, объяснить какие-то очень страшные моменты, их история, история их персонажей. То есть как они попали в этот детский дом. И у каждого здесь страшная история. И когда ребёнок, это должен был правильно понять». Полина смеётся, тут куда ни плюнь будущий народный артист. В своих ребятах она уверена, играют как взрослые, пропуская через тебя такие серьёзные роли. Последние недели перед премьерой проходят волнение. Говорит, спектакль точно удастся. Главное, чтоб юные звёздочки не зазнались. А если что-то пойдёт не по плану, не расстроились. Но на любой случай у режиссёра припасён и кнут, и пряник. Ирина Самойлова, Андрей Ткачук, Афонтова новости.